Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальпирович. Данила, привет! Привет, Ксюша! Очередной день принес очередную трагедию, связанную с большим количеством человеческих жертв. Это ракетный удар по вокзалу Краматорска. Я знаю, что у тебя есть об этом последние данные. Расскажи, пожалуйста. Да, день начался с того, что произошел ракетный обстрел вокзала в Краматорске. И по последним данным погибли 50 человек. Эти данные постоянно уточняются. Среди погибших есть дети, пятеро детей. Вот на данный момент, возможно, эти цифры будут меняться. Такое количество жертв на этот час в результате удара российских войск точкой У по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В больнице были доставлены около ста человек. Ну и ожидается, что в течение одного-двух дней будут обращаться за медицинской помощью и другие пострадавшие. Так что количество жертв будет постоянно меняться, как я уже сказала. Не остается сомнений в том, что этот удар был не случайен. И снова это удар по гражданскому населению. Как мы знаем, бомбят больницы, поликлиники, детские сады, роддома. Это был вокзал, на котором в тот момент находилось 4 тысячи человек. Они все куда-то ехали, уезжали в наиболее безопасные места. Естественно, там было много семей, поэтому есть дети среди погибших. И, в общем, конечно, в Украине это квалифицируют как очередное преступление против человечества. Да, действительно, это действие совершенно очевидное, потому что это ракетный удар по вокзалу с беженцами. Более ясного случая военного преступления представить себе почти невозможно. Ну и Россия максимально быстро начала отрицать все, что говорит о ее причастности к этому. Уже Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военных, которые, как Следственный комитет, объявляет причастные к ракетному удару по Краматорску. Целая волна отрицаний, Минобороны, как я уже сказал, Следственный комитет и другие правоохранительные органы. Но дело в том, что все это очень похоже на то, как был сбит Боинг в 2014 году над Донбассом, потому что все отрицания тогда и забалтывание правды о том, что произошло с помощью набрасывания разных версий, совершилось, если бы люди тогда не увидели сообщений самих пророссийских сил, представителей сепаратистов, так называемого Стрелкова, Гиркина, который признавался, что вот сейчас птичку сбили и так далее. Вот в данном случае все то же самое. Российский провластный телеграм-канал «Силовики» сегодня утром опубликовал видеозапись с клубами дыма со стороны вокзала Краматорска и сопроводил это подписью. Десять минут назад прилеты по ЖД вокзалу Краматорска работают по скоплению боевиков ВСУ вооруженных сил Украины. Это заметило издание «Медиазона». Позже видео было удалено, однако оно сохранилось в репостах других телеграм-каналов. И также сегодня утром в телеграм-канале «Типичный Донецк» появилось видео с запуском двух ракет, которые, судя по подписи, сняты в Шахтерске. А он находится под контролем так называемой ДНР, сепаратистов. И Минобороны России, как я уже сказал, все это отвергают. Они говорят, что ракеты «Точка-У», которыми был нанесен удар, вроде бы это сейчас уже выяснено и украинской стороной, что эти ракеты стоят только на вооружении украинской армии. На самом деле еще в начале марта расследовательская организация «Конфликт интеллигенс Тим» со ссылкой на много фотографий из села Деснянка Черниговской области сообщала, что российская армия начала использовать «Точку-У». Таким образом, очевидно, что есть свидетельства, в том числе видеосвидетельства и публикации, которые говорят о том, что именно российские силы и подконтрольные им сепаратисты, возможно, причастны к удару по вокзалу Краматорска. Ну, кстати, и сейчас «Конфликт интеллигенс Тим» подтверждает, что ракета могла прилететь, как ты сказал, именно с оккупированных России территорий. Об этом они сегодня сообщили. А я добавлю к этому, что международная реакция уже есть на случившееся. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел Краматорского вокзала. Он опубликовал сообщение в своем твиттере. «Украинцы уезжают, чтобы избежать худшего. Какое у них оружие? Детские коляски, игрушки, чемоданы. Сегодня утром на вокзале Краматорска с семьями, ожидавшими эвакуации, случился кошмар. Десятки погибших, сотни раненых. Это ужасно», – написал Эммануэль Макрон. Но и тут я еще добавлю небольшую сводку. Несколько сообщений о том, где вообще были обстрелы за минувшие сутки. Накануне российские военные обстреляли Харьковский хлебозавод. Мы об этом сообщали. Также были обстреляны из реактивных систем залпового огня город Золотое. В Луганской области он вообще подвергается интенсивным обстрелам. В результате чего ранения получили по меньшей мере пять человек, об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В ночь на 8 апреля россияне в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол капитан Белоусов, на котором находился гражданский экипаж. Об этом сообщает полк Азов. И отмечается, что в результате обстрела один человек погиб, гражданские еще несколько были ранены. В Одесской области в результате ракетного удара ночью были повреждены два здания. Есть пострадавшие, их количество уточняется. И в Макарове, в Киевской области, обнаружили 132 расстрелянных тела. То, о чем мы говорили, Буча – это номер один в этом списке, а дальше будет и номер два, и номер три. И мы увидим села и города в Украине, в которых ситуация может быть еще хуже. Хотя тут, конечно, тяжело сравнивать. И, наверное, это даже некорректно в такой ситуации, сравнивать, где ужаснее. Ну вот очередной населенный пункт, в котором обнаружили очень много расстрелянных местных жителей, 132, как я сказала, это пока. Поселок разрушен на 40%. Об этом сообщили местные власти. Ну а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн и представитель ЕС Жозе Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер посетили ту самую Бучу, где были убиты сотни мирных жителей. И мне кажется, это сейчас очень важно, что не только, мы с тобой об этом говорили, то, что не только украинцы едут вот в эти села и города и рассказывают миру о том, что произошло, но и то, что туда едут международные представители, журналисты иностранные. И вот, как мы видим, иностранные политики. Это очень важно. Да, и в общем, Жозе Боррель, о котором ты уже сказала, собирается рассказать о поездке в Украину всем своим коллегам в Люксембурге. 11 апреля будет Совет ЕС по иностранным делам. И первым пунктом в его повестке будет ситуация вокруг Украины. По этому вопросу, я сейчас цитирую Борреля, Совет сосредоточится на четырех аспектах деятельности. Во-первых, помощь Украине. Евросоюз уже оказал значительную помощь в политическом, финансово-материальном, гуманитарном плане. И мы продолжим поддерживать Украину всеми способами. Во-вторых, санкции ЕС против России. И еще несколько пунктов. Но очевидно, что тема войны в Украине, которую развязала Россия, будет на повестке Европейского Союза еще очень долгое время. На всяком случае, президент Европейского Совета Шарль Мишель созывает уже специальное заседание Евросовета на 30-31 мая. Европейский Совет – это совещание глав лидеров ЕС. Есть Еврокомиссия, это исполнительный орган Европейского Союза. Это то, где работают как раз Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель. А Евросовет – это совет лидеров. И договорились о том, что будет заседание Европейского Совета, на котором будет обсуждена оборона, энергетика и Украина. Если говорить о важных решениях европейских стран в отношении Украины, то не принадлежащая сейчас уже к Евросоюзу, но все еще остающаяся в Европе Британия, направит Украине вооружений общей стоимостью на 100 миллионов фунтов Стерлинга, в том числе ПЗРК «Старстрик» заявил сегодня Борис Джонсон, и он сказал, что кроме этого еще 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы. А премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил сегодня же, что его страна предоставила Украине систему ПВО С-300. Это довольно серьезно. Это уже официальные данные. Раньше были об этом только газетные публикации. Ну, конечно, страны очень сильно реагируют на то, что происходит в Украине не только вот удар по Краматорску, не только остальные обстрелы, но и тот поток беженцев, который сейчас направляется из Украины и в основном принимается Европой. И представитель Управления Верховного комиссара по беженцам ООН Мэтт Солтмарш сказал, что несмотря на то, что темп прибытий украинцев в Европу замедляется, миграционный поток продолжается, учитывая идущие военные действия. И больше всего прибыло в Польшу. На данный момент там находится больше 2,5 миллионов украинцев. Также 671 тысяч человек отправились в Румынию, 400 тысяч в Венгрию. Это все только официальные данные. Естественно, они не учитывают всех, кто находится в пути, и они не учитывают вынужденным перемещенных лиц внутри самой Украины. И в России из Украины, как говорит УВКБ ООН, прибыли 373 тысячи человек. Но мы знаем, что по самым разным свидетельствам не все из них туда прибыли добровольно. Да, да, об этом сообщалось. И разные медиа, в том числе американские, сообщали о том, что известно о некоторых случаях, а возможно даже и массовых случаях насильного перемещения людей. Но вот то, что я читала, то, что рассказывают люди, они говорят о том, что люди в этих регионах, они пребывают в таком состоянии, ну можно себе представить, вот на грани смерти, гибели, что иногда они, ну как бы как в тумане. Но можно себе представить психологическое состояние человека, который хочет хоть как-то выжить. И возможно этим пользуются россияне, чтобы потом по телевидению российскому показать, как они помогают людям, которых на самом деле только что бомбили. Ну и кстати о российском телевидении. Сегодня я записала небольшой комментарий российского режиссера сериалов Надежды Колобаевой, которая опознала в видео, показанном по российскому телевидению, съемки сериала, съемки трюков с каскадерами. Эти съемки были выданы каналом «Россия-24» за фабрикацию фейков украинской стороной, украинскими военными. Мы знаем, что российское телевидение, российские официальные лица заявляют о том, что все, что было в Буче, это постановка, это фейк, это выдумка, и трупы там на самом деле не настоящие, это какие-то манекены разложили, или люди там просто, артисты лежат. Так вот они показали видео, на котором действительно манекен, и его там как-то заворачивают, превращают, делают так, чтобы он был похож на живого человека, который получил какие-то травмы там или погиб. Но на самом деле это были просто съемки фильма, которые, я не знаю, взяли, украли, откуда-то скачали. Уже я знаю, что адвокаты этим занимаются, и они хотят подать в суд. Ну, в общем, это к вопросу о том, как показывают происходящее в Украине российские телеканалы. То есть фейки создаются, но буквально из всего, из любого подручного материала. Вот, пожалуйста, съемки сериалов выдали за реальность. Потом, правда, удалили, но, тем не менее, видео уже разошлось, и я уверена, что очень много людей поверили. Я тебе так скажу, это вообще распространенная практика у российских пропагандистов, потому что это уже было. Российские группы в соцсетях использовали кадры со съемок клипа рэпера Хаски, чтобы убедить людей, что гибель мирных жителей в Украине – это фейк. Были когда-то съемки в 2020 году у этого рэпера клипа, где у него люди в черных пластиковых мешках лежали, и поскольку это действительно были актеры на съемочной площадке, один из этих актеров лежа в этом черном пластиковом мешке, лежит и курит. Ну вот все провластные телеграм-каналы, а также публикаторы разных вещей в Фейсбуке, Твиттере и так далее, опубликовали видео, где человек в черном пластиковом мешке лежащий и курит, и говорит, вот, смотрите, это постановочные кадры. Буквально все, кто знает творчество рэпера Хаски и так далее, взорвались, они сказали, ну как, мы же знаем, что это съемки клипа, оттуда были сообщения, мы следили за этим. Что называется, осадок остался, хотя ложечки и нашлись. Конечно. И вот если раньше все это было через соцсети, то теперь уже, как ты сейчас только что рассказала, это использует официальное российское государственное телевидение. Тем временем британская разведка сообщает, что российские войска полностью выведены с севера Украины, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки. Некоторые из этих подразделений будут переброшены в Восточную Украину для участия в боевых действиях в Донбассе. При этом многим из них потребуется пополнение перед новым развертыванием. Любая массовая передислокация с севера займет не менее недели. Об этом говорится в сообщении британской разведки. И появляются все новые данные о реальных российских потерях на территории Украины. По данным Генштаба Украины, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 19 тысяч солдат, 333 артиллерийских системы и 700 танков потеряла. Что касается человеческих потерь, мы с тобой накануне рассказывали об интервью, которое дал Дмитрий Песков телеканалу Sky News. И впервые, по сути, от официального лица прозвучали слова о том, что потери значительны. Он еще назвал это настоящей трагедией. Но не назвал, правда, конкретных цифр, но тем не менее дал понять, что это значительные потери. Но вот по данным украинского Генштаба речь идет о 19 тысячах. Да, эта цифра довольно серьезная. Если говорить о сведениях из Британии, ты только что говорил о сведениях британской разведки, британских военных. В общем, очевидно, что роль Великобритании в поддержке Украины и в наказании России за эту войну сейчас серьезно возрастает. Я уже цитировал сегодня премьера Бориса Джонсона. И МИД Великобритании сегодня включил в санкционный список дочерей Владимира Путина – Катерину Тихонову и Марию Воронцову, а также дочь Сергея Лаврова, которую зовут Екатерина Винокурова. Если продолжать тему санкций, то сегодня был беспрецедентный шаг. Япония объявила восемь российских дипломатов и сотрудников торгпредства персонами нон-грата. Этого никогда не было. При всех шпионских скандалах, которые бывали с Японией, при всех недоразумениях, при регулярных репримандах российскому руководству за то, что оно делает на спорных территориях, которые Россия называет Южные Курилы, а Япония своими северными территориями, никогда дипломаты не высылались. И вот сейчас Токио сделал первый шаг в этом. Это означает, что вполне возможно нынешнее руководство Японии действительно настроено очень серьезно поддерживать общее привлечение России к ответственности, курс, на который взяла большая семерка. Но я оговорюсь, на Западе, в Европе, среди западных политиков, есть и те, кто упорно продолжает говорить, что не все так однозначно и так далее. В частности, кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение», бывший национальный фронт, Марин Ле Пен, которая, как мы знаем, встречалась в свое время в Кремле, получала деньги от России. Вот за несколько дней до президентских выборов во Франции, которые тоже очень важны и сейчас, сказала, что нужно занимать сбалансированную позицию, в ситуации вокруг Украины. И в эфире радиостанции «Францинфо» Ле Пен призвала к здравомыслящей позиции, потому что все, что происходит в Украине, нельзя разделить на черное и белое. Ну, я не знаю, если обстрел ракетами вокзала с беженцами нельзя разделить на черное и белое, то что тогда можно? А что значит взвешенная позиция, вот мне интересно? Она говорит о том, что нужно не прекращать потреблять российские энергоресурсы, потому что это скажется на французских гражданах, нужно с этим действовать аккуратно, нужно принуждать Россию к миру как-то так осторожно, а то мы ее толкнем в руки Китая. Ну, на самом деле, все это и так уже происходит, но то, что она говорит, является типичной умиротворяющей позицией, во всяком случае ее оппоненты по президентской гонке во Франции именно так это и характеризуют. Ну, естественно, сразу же примерно в этом ключе подхватывают обсуждение санкций в Москве, в частности Дмитрий Медведев, бывший президент России, а теперь он зампред совбеза России, говорит, что санкции против России могут быть квалифицированы как акт агрессии, что это объявление экономической войны и так далее. То есть вот еще одна важная вещь в общей информационной картине – это смесь разной риторики из Москвы. Лавров говорит, что мы готовы разговаривать с Украиной, он обсуждает возможные гарантии безопасности Украине, в том числе со стороны России. В этот же самый момент человек, который тоже тогда участвовал в том знаковом заседании совбеза, где, собственно, принималось решение о нападении на Украину, Дмитрий Медведев, говорит, вот против нас ведется война, это акт агрессии и так далее. То есть смешанная риторика предназначена разным слоям западного общества. И мы видим, да, на примере Марина Липена, что у российской риторики и у, в принципе, позиции России в этом во всем находятся люди, которые ее, если не оправдывают, то так размывают. Если говорить о санкциях, на этом фоне Блумберг предсказывает двукратный рост безработицы в России, в 2022 году безработица может вырасти более чем вдвое по сравнению с первым кварталом года и превысить 9%. Впервые более чем за десятилетия. Об этом говорит опрос аналитиков, который, собственно, провело агентство Блумберг. В частности, доктор экономических наук Евгений Гантмахер прокомментировал это так. Это напоминает начало 90-х, когда начались реформы и закрывались заводы. Но вот в то время, как в России пытаются по-прежнему подать санкции как благо и призвать затянуть пояса и так далее, в школах детей учат тому, что сейчас мы запустим импортозамещение, опять и все у нас будет хорошо. Тем не менее, цифры говорят о другом. Да, так и есть. Но если продолжать тему санкций, то Минфен США ввел блокирующие санкции против компании «Алроса» и объединенной судостроительной компанией «Алроса» – это 35%, по-моему, алмазного рынка в мире. Крупнейший производитель, да. Да-да-да. Объединенная судостроительная компания – это было такое место обогащения очень многих российских чиновников, которые там по очереди занимали место в Совете Директоров и вообще довольно мощное предприятие, в том числе связанное с военно-промышленным комплексом. Ну и тайваньский производитель компьютеров «Эйсер», один из очень популярных, решил приостановить работу в России и, говорится, точно из-за чего – из-за войны в Украине. Также группа «Светбанк» приняла решение прекратить все платежи в Россию и Белоруссию и платежи из этих стран. И они говорят, что они соблюдают требования санкций Евросоюза и управления по контролю за иностранными активами США. Это очень существенно, потому что вот когда говорится о вторичных санкциях, то решениями управления по контролю за иностранными активами США руководствуются многие финансовые организации во всем мире. Поэтому даже если какие-то санкции сначала выглядят относительно безобидными, потом волна от них распространяется практически по всему миру. Тем временем президент США Джо Байден пообещал активизировать усилия по международной изоляции России, пообещал расширить взаимодействие с ответственными странами во всем мире с целью изолировать Россию на международной арене и привлечь ее к ответу за военные преступления. Путинская война уже превратила Россию в международного изгоя, подчеркнул Джо Байден в письменном заявлении. Мы будем продолжать работать с тем, чтобы собрать доказательства преступлений и привлечь Россию к ответственности за злодеяние, которое она совершает, чтобы усилить нажим давления на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене, отметил Байден. Но надо сказать, что Москва говорит о том, что международная изоляция ей не страшна, пока Индия воздерживается при голосованиях в Генассамблее ООН, а Китай прямо продолжает с ней дружить. И действительно, когда Китай, то есть самая населенная страна мира и страна, у которой вторая по протяженности граница общая с Россией продолжает поддерживать Москву более или менее, она, конечно, не считает себя в изоляции. Но вот я сейчас пишу на самом деле довольно большую статью с мнениями американских конгрессменов, экспертов и так далее о том, где у Китая может проходить красная линия в поддержке России, что может совершить Москва, после чего Китай будет воздерживаться. Я напомню, что Китай не делал того, что делала Россия в пробокандистском плане. Он, например, в своих заявлениях не приписывал то, что происходило в Буче или вот сейчас в Краматорске или до этого в Мариуполе действиям украинской стороны. И получается, что есть некая черта, за которой Китай не готов полностью рука об руку идти с Россией в этой войне. Но пока Китай Россию в совбезе и так далее поддерживает. При этом, конечно же, и у Китая, и у России есть общие практики преследования правозащитных организаций, особенно после того, как правозащитные мировые организации, такие как Human Rights Watch и Amnesty International начали делать свои доклады о зверствах российских военных в Украине. Вот сегодня пришла новость о том, что Минюст России исключил из реестра представительств международных организаций подразделения 15 западных организаций, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, фонд Белля, фонд Карнеги и так далее. Вот это важно. Почему? Потому что и Amnesty, и Human Rights Watch уже предоставили первые данные о том, что это именно российская сторона ответственна за массовые убийства мирных жителей в перегородах Киева. И это существенно потому, что у этих организаций есть крепкая международная репутация. До сих пор они работали в России, несмотря ни на какие ухудшения отношений между Россией и Западом. Но вот теперь и Amnesty International, Human Rights Watch, видимо, будут в России скоро вообще вне закона. В то время как Россия постепенно закрывается от мира, Украина, наоборот, стремительно открывается всему миру. Впервые за много лет группа Pink Floyd выпустила новую песню. Она называется Hey, Hey, Rise Up. И накануне ее все послушали, конечно же, эту песню. Уже, там, по-моему, почти 3 миллиона просмотров. Эта песня выпущена с вокалом украинского музыканта, солиста популярной группы Boombox Андрея Хлавнюка. Он, кстати, некоторое время назад был ранен и сейчас реабилитируется. Он получил легкое ранение лица шрапнелью. Так вот, Pink Floyd выпустила песню Hey, Hey, Rise Up в поддержку народа Украины. Все вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам. Для трека, как я уже сказала, музыканты использовали вокал Хлавнюка, который в первые дни войны из центра столицы спел песню. Она очень широко разошлась. Это видео, на котором он стоит на Софийской площади. Он спел песню, которую считают гимном украинских сечевых стрельцов. Ой, у лузи червона колына. На лугу красная калина. И эта песня действительно стала одним из, наверное, таких гимнов, такой духоподъемной песней для украинцев. И вот теперь вместе с Хлавнюком по сути, хоть и не очно, не вживую, но тем не менее можно сказать, что вместе с украинским певцом выступила группа Pink Floyd. И это, конечно, очень круто. Кстати, Ксюш, впервые эту песню у лузи лузи червона колына спел Леонид Быков, великий советский и украинский актер в фильме «Бой идут одни старики». И это была одна из деталей того, как украинцы участвуют в победе над нацизмом, в той войне за освобождение не только всего Советского Союза, но и самой Украины. Мне кажется, что вот эта связь между тем использованием этой песни и нынешним, она символична. Что, конечно же, те, кто воюет за правое дело, вспоминают эту мелодию ей вдохновляются. Да, вот такая получилась перекличка. Мы на этом закончим наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день, кроме выходных. Следующий выпуск выйдет в понедельник. И не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Данил Гальпирович и Ксения Туркова. До встречи. Большое вам спасибо за внимание и оставайтесь с нами.